Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим знакомиться с биологически активными веществами. Одна из наших прошлых лекций была посвящена углеводам. А сегодня поговорим о ферментах. Их называют биологическими катализаторами. И здесь природа подготовила для нас много загадок. Некоторые человек уже разготал, но осталось ещё много вопросов. Ферменты – это белковые молекулы, а все белки состоят из остатков аминокислот. Что же такое белки и аминокислоты? В организме человека около 5 миллионов белков. Они выполняют различную функцию – каталитическую, структурную, питательную, защитную и так далее. Поразительно, что в природе такое огромное количество белков синтезируется из всего 20 аминокислот. Аминокислоты – это органические вещества, содержащие карбоксильную и аминогруппы. Благодаря этим функциональным группам аминокислоты могут связываться между собой длинные полипептидные цепи. Представим, что полипептидная цепь состоит из 100 аминокислот. И в этом случае может быть более 10 тысяч вариантов разной последовательности. Первая аминокислота – глицин – была выделена из желатина ещё в 1820 году. Но полный аминокислотный состав белков был расшифрован лишь через 100 с лишним лет. Это очень сложная работа. Белок может быть в виде мутноватой жидкой субстанции, например, белок куриного яйца. Может быть в виде длинной прочной нити, например, фиброин, который вырабатывает шелкопряд. А также со всеми другими свойствами обладает белок кератин. Он входит в состав волос, ногтей, рога животных содержат кератин. Ещё одним поразительным природным явлением является тот факт, что в состав природных белков входят только альфа-аминокислоты. То есть аминокислоты, в которых аминогруппа расположена у ближайшего к карбоксильной группе углеродного атома. У аминокислот имеется очень важное свойство. Для них характерна оптическая изомерия. Например, для простейшей альфа-аминокислоты аланина известно два изомера, которые отличаются расположением аминогруппы и атома водорода в пространстве. Поэтому они по-разному проявляют себя при облучении светом. Один из изомеров называется левым – L-аланин, а другой – правым – D-аланин. L- и D-аминокислоты отличаются по вкусу. L-аминокислоты горькие, а D – сладкие. И опять загадка природы. Практически все живые альфа-аминокислоты имеют L-конфигурацию. Так что у всех у нас несладкая жизнь. Как же в наш организм попадают нужные для синтеза белков аминокислоты? Аминокислоты в организме образуются в результате расщепления белков, которые мы получаем с пищей. Следующая удивительная задумка природы – съеденный нами белок, и неважно, что это, розбив из говядины или творожная запеканка, расщепляется до аминокислот с помощью других белковых соединений – ферментов. Термин «фермент» появился в XVII веке, а в 1814 году русский химик Константин Кирогов исследовал осахаривание крахмала под влиянием солода и открыл фермент, который превращает крахмал в глюкозу. Этот фермент называется амилазой и является первым открытым ферментом. Далее последовало очень много открытий, а к концу XIX века появилась теория – фермент субстратного взаимодействия, согласно которой фермент образует с субстратом комплекс, а после завершения катализа продукт реакции высвобождается, и активный центр фермента может связывать другую молекулу субстрата. При этом каждый фермент точно соответствует субстрату по форме, как ключ к замку. В 1958 году американский биохимик Даниэл Кашланд создал модель, которую называют «рука-перчатка». Согласно этой гипотезе, пространственное соответствие структуры субстрата и активного центра фермента создаётся лишь в момент их взаимодействия друг с другом. Такая модель объясняет специфичность действия фермента и стабильность промежуточного комплекса. Ферменты подразделяют согласно типу реакции, которую они катализируют. К названию реакции добавляют суффикс «аза». Например, гидролазы катализируют реакции гидролиза. Изомеразы – реакции изомеризации. Трансферазы – перенос группы атомов с одной части молекулы на другую. Также в названиях ферментов присутствует название субстрата, на который он действует. Так, амилаза расщепляет крахмал. По-гречески – крахмал амилон. Алипазы расщепляют липиды. И так далее. Специфичное каталитическое действие ферментов используется в разных отраслях промышленности. Например, в составе современных стиральных порошков вы легко можете найти энзимы. Энзимы и ферменты – это синонимы. Дело в том, что Луи Пастер, изучая брожение углеводов, полагал, что жизненная сила фермента неотделима от дрожжевой клетки. А Юстус Либих утверждал, что брожение регулируют обычные катализаторы. В результате ферментами называли живые организмы, содержащие эти вещества, а энзимами – вещества, которые синтезируются клетками и выделяются из них. Позже было доказано, что бесклеточный дрожжевой сок обладает той же ферментативной активностью, что и дрожжевые клетки. И сегодня наука о ферментах называется энзимологией. Давайте рассмотрим примеры применения ферментов в технологиях, разработкой которых занимаются в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Ферменты или энзимы широко применяются в кожевенной промышленности. Вообще искусство выделки шкур животных известно с античных времен. Помимо извести, щёлочи и серосодержащих соединений, состав для обработки кожи по традиционным, старинным методам добавляли экскременты домашних животных. В 1904 году Отто Рём впервые подробно изучил процесс получения кожи и шкур животных, описал биохимические реакции каждой стадии и показал важность применения ферментов в этом производстве. Применяемые ферменты – протеазы – должны проявлять высокую активность, но при этом не вызывать деструкцию коллагена. Первоначально наибольшее распространение получили ферменты группы трепсин. Затем были разработаны методы и с применением других ферментов. В текстильной промышленности ферменты применяют в различных процессах. Например, в ткацком производстве качество продукции и производительность в значительной мере зависят от прочности нити. Для того, чтобы не допустить разрыва волокон при многократном растяжении, нити шлифтуют, то есть на них наносят тонкий слой клеящего вещества. Но перед окрашиванием с полученной ткани необходимо удалить шлифту и для этого используют фермент. Также при производстве джинсовых тканей для депигментации используется фермент целлюлаза. В результате получаются необычные дизайнерские эффекты, например, стоунвошь. Амилаза и целлюлаза используются и для биополировки текстиля с целью удаления форса. В целлюлозно-бумажной промышленности ферменты применяются в производстве бумаги для удаления леглины из крафт-бумаги, например. Применение ферментов в промышленных технологиях является очень актуальным направлением, потому что обычно процессы с их участием протекают в мягких условиях. Нейтральная среда, температура не выше 70 градусов Цельсия, атмосферное давление, низкая концентрация вредных веществ. Дело в том, что в жестких условиях ферменты просто погибают. В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна студенты под руководством преподавателей занимаются разработкой химических технологий с использованием ферментов не только в традиционных для университета направлениях. Например, одна из студенческих дипломных работ была посвящена разработке зубной пасты, обладающей отбеливающим эффектом за счет добавления фермента. Ферменты могут проявлять себя в процессах, которые на первый взгляд кажутся необычными. Совсем недавно появились публикации ученых Мадридского центра биологических исследований о том, что ферменты, содержащиеся в слюне восковых червей, могут разглагать пластиковые отходы из полиэтилена всего за несколько часов и при комнатной температуре. Таким образом, ферменты имеют очень важное значение в нашей жизни. Их надо внимательно изучать. Но следует помнить, что они, как и все живые существа, очень чувствительно реагируют на изменения окружающей среды. Поэтому относиться к ним надо бережно. Субтитры создавал DimaTorzok